я был три раза сейчас на юге и первая поездка была в том числе в мире тополь и вот в этой поездке мне больше всего впечатлило тот факт или тот страх который видишь там в глазах людей причем не у тех которые не согласны с военной операцией это по моим оценкам большинство именно они ругаются ищут камеры и скажут насколько они не согласны а те которые согласны это большинство я вижу это на площадях как-то там сотни люди они шепотами идут мимо солдат и говорит спасибо ребята не уезжайте они очень боятся я не прямо это сказали они очень боятся что русские уходят и там будет расправа что то что моим пониманием произошло в будже кстати и то что сейчас алина рассказывали с мариуполя это очередной такой пример что женщина боялась просто правду говорить боясь что не дай бог русский уход не будет расправа я не хочу сейчас долго то время отнимать я просто хочу один пример говорит потому что запад всегда говорит это российская пропаганда если говорят что азов и другие подразделения украинские используют а мирные жители как живой шит я пишу на немецком и читал на днях одну статью в немецком журнале шпигель которая наверно многим известно и там было очень удивительное предложение там они писали конечно звучало все очень положительно звучало сно писали что мариуполя сочтим шпиглю рассказывали люди в сапорожье которые смотрю при приехали рассказывали им что нацбаты провели вежливо конечно провели мирные жители в подвале и заняли позиции в квартирах на этими подвалами звучит этого западных сми как будто они защищают а простите что это такое если бойцы занимают свои позиции боевые над этими подвалами где сидят мирные жители и насколько недобровольно в этот подвал пошли и насколько нацбаты может выходить не дали потому что меня мариуполь рассказывали люди как они сидели там не могли уходить потому что стреляли снайперы если они пытались выбраться из этих подвалах но мне было интересно формировка в шпигеле потому что на принципе покажет что те которые на западе говорит российская пропаганда они на самом деле правду знают только они сформулированы чуть по другому и к сожалению поэтому хоть не хочу никого отговаривать и конечно продолжайте но вы все события на донбассе с четырнадцатого года и все не успеха которые они дали во всяких разных международных судах и организации говорят о том что запад со своим обычным большинством во многих организациях просто заключить это дело я поэтому честно говоря тем более читая такой статьи в шпи как в шпигеле где они принципе все подтверждают очень сомневаюсь в ближайшем юридическом успеха всех этих дел конечно это надо на галочке делать хочет доказать что они не слушают но полагаться на справедливости в данный момент к сожалению на бежнародного арене наверно будет очень сложно